Пока выпускники собираются, директор музея Светлана Кобелева готовится к презентации сигнального экземпляра книги о школе. Из-за финансовых затруднений он слишком долго готовился к печати. Сейчас можно видеть, какой будет эта многостраничная школьная летопись. Каждый найдет для себя страничку, общую фотографию своего класса, учителя, с которыми работали. И, конечно, я думаю, воспоминания ребят, которые оставили в память о школе. То есть все, что в школе было сохранено, мы постарались внести вот в эту книгу. Подписку на книгу объявили, когда она еще была в черновике. Однако из собранных средств не хватает, чтобы запустить ее в тиражирование. Вот в течение двух лет мы ввели подписку на эту книгу, потому что понимали, что средств у нас будет недостаточно. Но пока у нас подписалось где-то 115 человек. Этих средств недостаточно. И поэтому мы просто, пользуясь случаем, обращаемся ко всем выпускникам школы. Неважно, какого года выпуска, просто можно еще подписаться на эту книгу. Стоимость книги остается прежняя – 700 рублей. Выпускники юбиляра собираются на классные часы и все время оглядываются по сторонам. За время их отсутствия школа очень преобразилась. Меня очень порадовало то, что школа преобразилась. То есть не то, что 15 лет назад было. То есть мы о таком только мечтать могли. Ну, первое впечатление, мне кажется, у меня школа была больше. Что-то она кажется. Или мы стали больше. Вот чисто такое впечатление первое. Старается не пропускать вечера встреч учитель химии Ираида Артемьевна Мозгалева. Она давно уехала из Салды, но навсегда с ней расстаться не может. Хочу убедиться в том, что труд, в общем-то, наш не пропал даром. И что ребята нашли свою нишу в этой жизни. Вот этого я жду. А так, конечно, положительных эмоций, может быть, где-то таких сверхэмоциональных, но они нужны в нашей жизни. Поэтому я с радостью ожидаю этой встречи. Через несколько минут выпускников всех лет соберет вместе звонок. На этот раз они не будут тесниться в рекреации. К вечеру встречи руководство школы закончило реконструкцию двух помещений первого этажа, превратив их в просторный актовый зал. Ну, чувствуется, краска еще пахнет, потому что мы сами зашли, вернее, строители вышли отсюда позавчера. Я настаивала на всех сроках, потому что проводить в очередной раз в рекреации, хотя у нас это уже неплохо и получается отработано, но я считаю, что мы должны быть цивилизованными. К сожалению, по проекту нет, не было же вообще актового зала в школе, нет его просто. А нам он очень и очень необходим. Зеркала, колонны, оркестровая яма теперь станут еще одной визитной карточкой школы. Зал рассчитан на 120 мест. Он будет нести большую функциональную нагрузку. Здесь планируется проводить последние звонки, выпускные, а также занятия вокальной танцевальной студии школы. А пока в зале праздник, много цветов, подарков и слов благодарности за то, что и спустя годы школа продолжает заботиться о всех, кто учился, учится и будет учиться в ней.